всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор это видео курс по css сегодня я хочу вам рассказать про такие свойства как чар сет фонд фейс импорт пейдж и медиа они записываются через значок собачки когда мы подключали шрифты с сайта google fonts мы использовали собака импорт если вы помните такую вот конструкцию мы применяли можете просмотреть это видео а сейчас я вам расскажу про все пять данных свойств которые мы можем применять записываются они в css файлах чар сет указывает кодировку документа это обычно не нужно делать но возникают иногда ситуации когда действительно надо вручную указать кодировку например utf 8 сохраняем все у нас теперь кодировка данного документа будет такая здесь мы можем указывать любую кодировку например windows 1251 и она изменится сейчас мы не видим никакого результата но тем не менее это действительно так давайте рассмотрим следующий это фонд фейс фигурных скобках мы можем использовать такие стиле как фонд фэмилии напишем просто ff фонт сайс фонт стайл и src срc здесь мы как раз таки записываем url то есть то что мы рассматривали ранее это адрес здесь указываем путь например на нашем компьютере к какому-либо шрифту здесь мы можем указать стиль начертания размер и название и в дальнейшем мы сможем применять этот шрифт у нас на сайте пока что оставляем так далее мы будем на примерах все подробно рассматривать импорт здесь мы можем указывать url и в скобках например в двойных кавычках указывать имя подключаемого файла например другой css файл и указывать тип носителя для которого его подключать существуют такие как хэнд хэлт то есть для смартфонов принт для принтеров скрин для обычных экранов тиви для телевизоров и некоторые другие здесь мы можем указывать для каких именно подключать например пусть будет хэнд хэлт то есть для смартфонов для смартфонов мы будем подключать вот этот файл стилей и все что в нем будем использовать будет отображаться только на данном типе устройств очень удобное свойство будем его использовать в дальнейшем также с помощью него мы будем подключать шрифты например следующий это у нас пейдж пейдж он работает только для устройств с типом print и позволяет нам задавать отступы со всех сторон для печати то есть мы можем указать пейдж и внутри написать мт 10 то есть моржин топ 10 мб 15 например снизу мл 25 моржин лифт и моржин райт 40 пикселей и у нас при печати будет использоваться именно вот такие вот отступы по краям иногда это тоже может пригодиться и и последний медиа это у нас медиа запрос самое интересное в данном разделе то что мы будем постоянно применять это поможет нам именно в создании адаптивного сайта медиа запросы они существуют именно для того чтобы указывать стиле для каких-то определенных ситуаций и условий то есть для например устройств типа смартфон или для устройств у которых ширина экрана меньше какого-то размера или наоборот больше и многое другое это довольно обширная тема медиа запросы поэтому мы ее рассмотрим очень подробно в следующем видео уроке обязательно переходите к следующему видео уроку там мы будем рассматривать медиа запросы на примере ну а с вами был эти доктор обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии под этим видео и до скорых встреч до встречи